Всем привет-привет! И сегодня у нас очень интересная тема. Сегодня мы поговорим с вами о домохозяйках и так ли хорошо им живется на самом деле. Что же касается меня, я никогда не была домохозяйкой и в принципе я трудоголик, который никогда не делал перерывы даже в своей работе. И пока у нас не настигла пандемия коронавируса и мы все не осели в своих домах. Скажу честно, не то чтобы я всегда мечтала быть домохозяйкой, но признаюсь, всегда присматривалась к ним с интересом. Ну а тут выдался такой шанс, как самоизоляция, и конечно же я не могла им не воспользоваться. Рассматривая такие фильмы, как Степфордские жены, Отчаянные домохозяйки, ну и конечно же всеми нашумевший сериал «Почему женщины убивают», где каждая из героинь сталкивается с изменой мужа. Я заметила это воплощение идеальной американской домохозяйки, и меня заинтересовало, откуда же появился этот образ. Казалось бы, женщины занимались домашним хозяйством на протяжении многих веков и даже тысячелетий, и в этом не было ничего удивительного. Более удивительно, что однажды настал момент, когда образ женщины, занятый по хозяйству, стал иконой стиля. Ну и чтобы разобраться в этом, давайте заглянем в прошлое. Как же выглядела американская мечта 50-х годов? Кстати, для тех, кто не знает, мы живем в Америке и ведем свой канал уже несколько лет подружкой. И если вы хотите узнать, как же попасть в Америку, у нас есть видео на эту тему. Оно будет описано и под видео. Итак, вернемся к нашей теме. Несколько детей, собственный дом, оборудованная кухня, хорошо зарабатывающий муж и прилежная домохозяйка-жена. Так выглядела американская мечта 50-х годов. Образы, растиражированные из СМИ, представляли собой абсолютно счастливых и широко улыбающихся людей. Но так ли это было на самом деле, давайте разберемся. Пропаганда женского образа сработала. Считалось, что женщина может реализоваться как личность, только став женой, матерью и домохозяйкой. Ну а женщины, которые стремились развиваться в карьере, встречались с сочувствием и непониманием. И американская мечта набирала обороты. Согласно статистике, в 1950-х годах девочки поступали в колледж в основном для того, чтобы встретить там своего будущего мужа. В конце 60-х большинство женщин с высшим образованием стремились бросить свою работу после рождения первого ребенка. И ждать, пока не повзрослеет самый младший. То есть они уже не возвращались на работу, можно сказать, никогда. Ну что ж, а теперь давайте разберемся, каковы были визуальные черты этого имиджа. Американская домохозяйка 50-х это отнюдь не затюканное существо в ватном халате и махровых носках. Это женщина ухоженная и сексуально привлекательная для мужа и окружающих. Ее талия затянута в эластичный корсет, она на высоких каблуках, в домашнем платье от Dior. С элегантной прической, чувственным макияжем и безупречной улыбкой. Итак, как же себя должна была вести такая женщина дома? В 50-х был создан даже справочник с правилами хорошей жены, которым должны были следовать все домохозяйки. Итак, первое правило это позитивный настрой. Они должны были показать, как они скучали, как они счастливы, как они рады видеть своего мужа, который вернулся после тяжелого рабочего дня домой. Следующее правило называлось хозяин дома. Нельзя ни в коем случае было задавать лишних вопросов и никогда не критиковать. А всегда помнить, что муж в доме – хозяин, и его мнение самое важное. Следующее правило номер три называлось завтрак, обед и ужин. Это правило означало, что мужа нужно встречать уже с накрытым столом и с готовым обедом. Таким образом, женщина давала понять, что она думала весь день о своем мужчине и о его потребностях. Четвертое правило называлось уровень комфорта максимальный. Когда муж приходил с работы, нужно было помочь ему разуться, усадить в кресло, а также подать прохладный или наоборот теплый напиток, в зависимости от времени года, для того, чтобы он насладился отдыхом. Пятое правило – это искренний интерес. Нужно было слушать своего мужчину и дать возможность ему выговориться. Говорить с ним нужно было только тихим и низким голосом. Это успокаивало его. Всегда нужно было соглашаться и успокаивать его, а также подбадривать. И никогда не жаловать. Следующее правило называлось порядок в доме. Дом всегда должен был сиять безупречной чистотой. Ну и последнее правило, которое называлось поздний приход. Что же оно значило? Ни в коем случае нельзя было ругать своего мужа за поздний приход. А также нужно было быть очень терпеливой, если ваш муж не пришел домой совсем. И это означало, что, скорее всего, день вашего мужчины был гораздо сложнее, чем ваш. Вот таким интересным правилом должны были следовать домохозяйки 50-х годов. Конечно, в нашем времени они кажутся забавными, даже немножко смешными. У кого-то, возможно, они вызывают даже гнев. КОНЕЦ Теперь я хочу поделиться с вами историями трех женщин, которые были домохозяйками и смогли построить свой бизнес, который приносит им не только удовольствие, но и миллионы. Итак, первую домохозяйку из Алабамы зовут Ким Левин. И ее вдохновение родилось прямо на кухне. Она увидела, как во дворе ее муж кормит скот кукурузным зерном, при этом доставая его пригоршнями из холщовой сумки. И ее прямоугольные очертания сначала пробудили в Ким желание понежиться в уютной подушке, а следом и гениальную идею. Она подумала, что если зашить в наволочку кукурузные зерна, то может получиться неплохой тренажер для релаксации. И свою первую спа-подушку американка сшила буквально за несколько минут. Кукурузные зерна отлично помогали снимать мышечное напряжение, а их таинственное шуршание помогало заснуть. Она просто сшила их для своей семьи и дарила своим близким в виде подарка. Но благодаря Сарафанному радио заказы рошли просто в геометрической прогрессии. И первым крупнейшим риэлтором стал магазин Saks Fifth Avenue. Это очень крупный магазин в Америке, который взял партию ее подушек на реализацию. Ну и, соответственно, вложенные усилия окупились уже с троицей. И на сегодняшний день Ким владелец многомиллионной империи. Следующая героиня Шерри Шмельцер. И девиз ее под названием «Бизнес как игра». Ее идея на миллион родилась из ничего, буквально из дырки. В один момент домохозяйка и мать троих детей Шерри Шмельцер решила приукрасить домашнюю семейную обувь под названием «Кроксы». Сначала в отверстие она вставляла цветы, потом это были пуговицы, и затем она использовала маленькие глиняные фигурки. И таким образом удобные, но скучноватые резиновые тапки преображались мгновенно. И прежде всего ее идею оценили соседи и их дети, которым Шерри сбывала свои аксессуары по символической цене 3 доллара. Ну и когда спрос начал расти, стало совершенно понятным, что пора организовывать семейный бизнес. И всего через год продажи забавных аксессуаров достигли 8 миллионов штук по всему миру. И чита Шмельцер продала свое производство компанией «Крокс» за 20 миллионов долларов. И как вы понимаете, обеспечила себе безбедную старость. Ну и третья и последняя героиня моего блога на сегодня, которую звали Джули Дим. И ее девиз гласил так, что нужда до богатства доведет. Ее задумка кембриджского ранца, который моментально стал мастхевом для каждого английского уважающего себя фэшн-блогера, родилась у Джули Дин, как вы поняли, у домохозяйки, которая никогда, в принципе, не интересовалась стилем большого города. Все ее внимание было отдано детям и их школьным проблемам. Ее младший сын Макс буквально бредил Гарри Поттером и спал и видел себя с ранцем, как у учеников из Хогвартса. Ну и, естественно, денег, на которые у семьи не было. И когда ситуация уже дошла в буквальном смысле слова до предела, Джули вытерла слезы, села за компьютер и заказала в выбравшем ею ателье пошив дюжины кожных сумок. В идее кембриджского ранца она воплотила и свои представления о том, как должна выглядеть школьная сумка, ну и, конечно же, детские мечты об идеальном школьном портфеле. После того, как сумки были сшиты, Джули вела торговлю практически в стенах школы, но только с помощью интернет-сайта. Ее ранцы разлетались очень быстро, просто со скоростью света. И тогда Джули решила не останавливаться на достигнутом, и она обратилась к фэшн-блогерам. Тем самым растущая популярность ее сумок привела ее на Нью-Йоркскую неделю моды в 2011 году. И после этого буквально сразу с подиумов эти сумки попали на витрины огромных магазинов, таких как Блуминг Дейлс и Сакс. И на сегодняшний день кембриджские иранцы продаются в более 100 странах мира. Вот такие три замечательные истории, которые замотивировали меня на творчество, надеюсь, что и вас тоже. Эти истории учат нас о том, что ни в коем случае никогда нельзя опускать руки, и нужно верить в себя и в свои мечты, а также следовать своему зову сердца. И совет дня на сегодня, которым я хочу поделиться с вами, не бойтесь совершать ошибки и потом исправлять их. А также давайте больше места творчеству, потому что ничто так не вдохновляет нас, как любимое дело. Ну что ж, а у меня было все на сегодня. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и, возможно, вдохновило вас на то, чтобы воплотить свои давние мечты в реальность. Ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Всем хорошего настроения, целую, обнимаю, пока!